Добрый день! Здравствуйте! Я сегодня хочу проанализировать одну дату. Эта дата была неправильно введена, год был другой. Речь идёт о 14 июня рождения человека, год мы не будем в эфире. Меняется картинка, действительно, меняется картинка, вы правы, был введён неправильный код. Вот давайте теперь будем анализировать эту дату. Речь идёт о, в принципе, молодом человеке, поскольку мама обратилась по поводу его, и, в общем-то, матрица была проанализирована, и заключение было выдано. Но дело в том, что всё это спускается, так сказать, потихонечку вниз. И анализировать просто дату человека, если ещё раз при его рождении ситуации не было понятной, мы не знали, для чего человек рождается, мама, естественно, этого не знала. И поэтому, ну вот как шло, так и шло. А вот теперь, когда начали выскакивать какие-то моменты, теперь надо понимать, почему это всё произошло. И каким образом это можно попытаться исправить. Исправить можно, но для этого надо знать, что исправлять. Поэтому, смотрите, какая вещь. Дело в том, что утверждение о том, что дети не отвечают за грехи своих родителей, ну, и правильно, и неправильно. Потому что не отвечают, поскольку каждый человек должен понимать, что он делает, и не нарушать законы, тогда всё будет в порядке. Если он нарушает эти законы, тогда никуда не годится. И в этом плане не случайно, ведь душа притягивается к маме с папой, и потом проявляется в этом теле с качествами и мамы, и папы. А мама и папа появляются с качествами их мамы и папы. То есть, видите как, то есть идёт цепочка, и не имеет, в общем-то, большого значения, насколько мы отстоим в генеалогии, допустим, в генеалогическом древе, от того, откуда это пошло. Потому что если кто-то не будет, вот тут вот разумнее, то цепочка будет двигаться дальше и дальше и дальше, пока кто-то не займётся этим вопросом и не начнётся это как минимум анализировать и пытаться исправлять. Так вот мы сейчас говорим о дате рождении дедушки. Вот. Идёт шахматка. Папа, дочь, сын. Дочь. Правильно? Вот так вот. Вот так вот спускается. И поэтому мне нужен был папа. Действительно, что был введён год неверно, поэтому картинка изменилась. Вот теперь что происходит? Теперь при анализе этой даты надо обратить внимание вот на что. Есть такое понятие, мы об этом будем говорить, это сейчас только начало. Есть такое понятие 666, 666, три шестёрки. И во многих источниках, в том числе и в Библии, это сказано как бы число зверя. Вот. Вот эта вещь очень и очень сложная на самом деле. И сказать это так или не так было бы неверно. Я никогда не беру на себя ответственность быть последней инстанцией. Последняя инстанция находится в совсем другом месте. А мы, находясь в этом теле, себя уже лишили такой возможности сказать так или не так. Поэтому, с моей точки зрения, ну скажем так, безопаснее что ли для всех сказать о том, что вот есть такая информация, и будем проходить дальше, если она будет принята. А если она не будет принята, мы сказали так или не так. Значит, кто-то поверил нам и сказал, да вот всё. И начинает точно так же переносить это мнение дальше на других. Он где-то услышал, а потом он это начинает выражать. И он спрашивает, откуда ты знаешь? Он говорит, ну как я же читал. Ну это же очень известный человек, там я помню. Ну как? А где тот взял? И на этом всё заканчивается. Уже на первом шаге. Потому что изначальный источник совсем лежит, как я уже сказал, в другом месте. Понимаете? Поэтому давайте мы просто будем воспринимать эту информацию. Так вот. Что такое три шестёрки? Во-первых, что такое шесть? Мы сейчас говорим только о нумерологии. Шесть – это планета Венера. Эта планета Венера имеет двойственную природу. Всё красивое, всё гармоничное, всё классное. Но смотрите. Ну почему называют, допустим, болезни некоторые именем вот этой Венеры? Почему? Венерические, в частности. Ну это же никак не положительное, никак не позитивное. Это никак не гармонично, верно? А почему тогда это называют? Значит, здесь надо рассматривать и анализировать. Вот это мало кто делает на самом деле. И вот откуда, так сказать, ноги растут, так? Вот что такое двойственная природа? С одной стороны гармония. И с одной стороны вот такие вот изящные, как я бы сказал, науки, изящные формы. Женские формы. Вот. Хотя Венера сам, сам мужского рода. Эта планета, это мужского рода. Все личности мужского рода. Но мы уже на эту тему говорили. Это предводитель асуров. То есть демонов. Не предводитель, точнее, простите. А их гуру, их учитель. Почему? Ну вот двойственная природа. Понимаете? С одной стороны земля. Это земля. В общем-то. Зеленая там все вот такое. Земля. С другой стороны, это деньги. А природа денег у нас сегодня в очень и очень негативном плане. Потому что все хотят деньги. Все хотят вот. Чем дальше, тем больше. Все хотят денег. И чем больше денег, тем лучше. И происходит дикий дисбаланс. Между вот этим стремлением к накоплению. И пониманием своей природы духовной. Понимаете? Поэтому. Три шестерки. Это три умножить на шесть. Это еще тем более усугубляется. Это три раза по шесть. То есть природа человека двойственная. Усиливается в три раза. Можете себе представить. То есть если он куда-то зашел. Куда-то. Ну скажем так. В какую-то организацию. В какой-то эгрегор. Это означает, что его. Ему оттуда выйти трудно. Его природа не позволяет. Если он уже зашел. Он будет там сидеть. В этом эгрегоре. Более того, на него будут давить все снаружи. Недавно была в передаче. Сейчас не буду, конечно, имена озвучивать. Но был человек, который был как-то с чем-то не согласен. В отличие от очень многих согласных. Он был как-то с чем-то не согласен. И попросил заодно посмотреть его дату рождения. Ну как попросил. Я посмотрел. Он попросил. Я посмотрел. Вот. И написал. Ну я же не могу тут лист целый. Или там аудио. Ну посмотрел дальше. Что вам от этого. Вы хотите узнать больше? Скажите как. Он сказал. Ну и не надо. Что ж ты спрашивал тогда? Ну и не надо. Вот я один такой. Вот понимаете. Вот я один такой. Вот я центр вселенной. Пуп земли. Вот это природа. Человека, у которого в матрице находятся три шестерки. Смотрите. Один плюс два. Будет три. Умножить на два. Два раза по три. Это будет шесть. Тут все связь. Тут есть. Естественно. Вся эта связь есть. Сейчас мы не будем в детали входить. Это будет очень долго тогда. Что такое три шестерки? Давайте мы просуммируем три шестерки. Что мы получим? Мы получим восемнадцать. Один плюс восемь девять. Девять. Да? Девять это последняя цифра. Дальше девяти нет. Дальше идет отчет. Опять единиц. Один, два, три, четыре. И так до девяти. А потом опять. Один, два, три, четыре. И опять до девяти. Нет. Последняя цифра. Вот. То есть завершение всего цикла. Вы понимаете? То есть может наступить момент, когда у человека вот с этими тремя шестерками. Вот возьмем две шестерки. Это двенадцать. Правильно? Один плюс два, три. Но это цикл творения. Тройка это творение. В частности я родился тридцатого числа. Тройка это творение. Поэтому люди, которые родились, у них creative mind. У них креативное мышление. Ну, есть нюансы. Третьего, двенадцатого, двадцатого, тридцатого и так далее. Сейчас не об этом. И в шестерке тоже есть пятнадцатого и так далее. Но мы сейчас не говорим о дате. Мы говорим о целиком. О целой матрице. Понимаете? И вот тогда наступит момент, когда человек вот с этими тремя шестерками может destroy, может разрушить какие-то вещи. Понимаете? И вот здесь идет очень четкая прослеживается, простите, прослеживается тенденция этого дедушки с внуком, спускаясь через маму. Кто-то должен быть умнее, в данном случае мама оказалась. Ну, не умнее, а разумнее. Потому что она начала этими вопросами интересоваться, заниматься и занимается в нашей школе. Честь ей и хвала, как говорится. Ну и понятно, мы надо начинать с себя. Ничего мы изменить уже не можем. Тем более наших родителей. Как мы их можем менять? Мы их вообще никак не должны менять. Мы должны наоборот. Мы должны почитать. Но иметь в виду о том, что и родители же этого не знали в конце концов. И вот такие люди, которые приходят в какой-то эгрегор. Вот чем эгрегор, с одной стороны, плох? Он хорош в том плане, что если это на позитивный эгрегор, он всё равно эгрегор. Всё равно это маятник, скажем, как Вадим Залон дописывает. Но если это на позитивный, это хотя бы суммарная медитация, суммарное намерение, суммарная молитва. Она коллективная. Она даёт результаты гораздо выше. Но если, не дай Бог, это будет не тот маятник, тогда вот как у этого, скажем, человека, которого попросил про анализы. Ну как, вас там нету в этом обществе? Они похожи, скажем, были эти. Названия этого общества были очень похожи. Ну как это так? Что вы какую-то жересь вы несёте, понимаете? Ну как? А потому что это не соответствует моему эгрегору. Понимаете? Поэтому оттуда идёт, в общем-то, всё. Абсолютно. Этот Бог не мой. Это национальность не моя. Это вот эти, а страна не та. И так далее. Вот мы такие. И от этого ничего хорошего не будет. Начинается постоянная борьба, война, и может произойти разрушение. Понимаете? Что, в общем-то, и происходит, к сожалению. Поэтому такие люди очень подвержены влиянию вот этого эгрегора. Они попадают под влияние. Их вибрации разноречивые. Они попадают под влияние. Они притягиваются эгрегором. И довольно легко, если захотеть, можно подчинить такого человека. Подчинить коллективному вот этому сознанию или намерениям этого эгрегора. Ещё раз повторяю, миртуальный, не всё позитивно. Гораздо больше негативного, к сожалению. Мы должны это иметь в виду. Есть огромные... Ещё раз, это только такой анализ, но есть очень много фактов. Об этом я поговорю отдельно, прямо в живом эфире. Сейчас эта запись идёт именно для вот этого человека, который попросил проанализировать. Друзья, это очень важный момент. И без этого момента... И об этом ещё можно очень много говорить, на самом деле. Но просто сейчас не тема, не предмет этого разговора. Мы об этом поговорим. У нас будет время. Всё, друзья. Всего доброго. Ещё раз говорю, ну, маме этого молодого человека о том, что вы молодец, вы правильно, вы на пути истины. Она познаётся только... познаётся в познании, простите за тавтологию. Вот. Познание – это наша школа познания. Поэтому вы делаете абсолютно правильно. Поздравляю вас. И всего вам доброго. Ну, дорогу оселит ведущим. Всего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»